Добрый день! Меня зовут Романова Анна. Я являюсь заместителем председателя Комитета солдатских матерей России. В данном видео хочу рассказать призывникам и их родителям о том, кому по закону положена отсрочка от призыва в армию, какие виды отсрочек предусмотрены и как оформить ту или иную отсрочку. Начнем с того, что призыву в российскую армию подлежат граждане мужского пола от 18 до 27 лет, кроме тех, кто имеет право на отсрочку или освобождение от службы в армии. Призыв в армию осуществляется два раза в год на основании указов президента Российской Федерации. Весенний призыв начинается 1 апреля и заканчивает с 15 июля, а осенний призыв стартует 1 октября и завершается 31 декабря. Срок службы по призыву составляет 12 месяцев. А теперь перейдем непосредственно к отсрочке от призыва. Итак, что означает термин «отсрочка от призыва»? Отсрочка от армии – это освобождение от призыва на определенный срок. Все основания для отсрочек перечислены в статье 24.53 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе. С законом предусмотрено несколько видов отсрочек от армии. Отсрочка от армии по учебе, отсрочка по состоянию здоровья, социальная отсрочка и отсрочка от армии по месту работы. Как получить отсрочку от призыва? Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется решением призывной комиссии. В соответствии с законом, на все мероприятия, связанные с призывом, предоставлением отсрочки и так далее, призывники вызываются военные комиссариаты повестками, по которой явка обязательно. Помните, что неявка по повестке безуважительной причины приводит к административной ответственности, а именно к штрафу. А вот неявка безуважительной причины по подписанной повестке на отправку это уже приводит к уголовной ответственности. Вот вы получили повестку с приглашением в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом, либо уточнение данных воинского учета, или на медицинскую и призывную комиссию. Формулировки могут быть разные. Вы уже знаете, что по той или иной причине вам должно быть предоставлено временное освобождение от службы в армии. Соответственно, для визита в военкомат необходимо с собой подготовить пакет документов, подтверждающие ваше право на ту или иную отсрочку. Если речь идет об отсрочке по учебе, то это должна быть справка установленного образца с места учебы. Если проблемы со здоровьем, то медицинский документ. Если речь идет о социальной отсрочке, то это тоже документ, дающий вам право на отсрочку. Ну а если отсрочка положена по работе, тогда справку с места работы. Придя в военкомат, вы сначала проходите медицинскую комиссию, где предварительно вам будет определена категория годности к военной службе. Далее вы идете на заседание призывной комиссии, где уже решением призывной комиссии вам будет предоставлена та или иная отсрочка от службы в армии. После чего в приписное удостоверение должна быть внесена запись о предоставлении вам отсрочки на определенный срок. После окончания действия отсрочки вы должны повторно пройти все мероприятия, связанные с призывом в армию. В случае, если у вас возникли вопросы или вы столкнулись с проблемами по процедуре оформления и предоставления отсрочки, вы можете обратиться в Комитет солдатских матерей России, где мы вам поможем отстоять свои права. Всем желаю удачи!